Ходила вчера по магазинам и на прилавках увидела леопардовые леггинсы и юбку-варенку. Лично мне это напомнило лихие 90-е. Мода тогда была реально шокирующая. И мне стало любопытно, а чем запомнились лихие 90-е нашим депутатам? Ведь именно тогда они сколачивали свой капитал. Пойдем узнаем. Что для вас словосочетание лихие 90-е? Вот чем они запомнились? Лихие. Ну, наверное, это спортивные костюмы Адидас, кровчучки, бритоголовые мальчики. Тогда мобильный телефон стоил дороже автомобиля. За входящий и исходящий платили оба абонента. Что такое кровчучка? Кровчучка это такая была сумка на колесиках, которую таскали люди по базарам. Я жил в обычном Дарнинском дворе, где были разделены. С одной стороны были те, которые были в бригаде, с другой те, которые были в бизнесе. Я общался со всеми и не мог понять, почему они так друг друга ненавидели. Вы участвовали в бадинских разборках? Кто вам что скажет? Думаю, мы уже все поняли. Это были такие себе бригады, которые потом повыростали в авторитетах. Я их пачками садил, потому что я был прокурором Подольского района. Для меня это работа. Мой друг открыл маленький такой ларечек, где они готовили шарму или какие-то пирожочки. И к нему подъехали такие бредоголовые ребята. Мол, кто такой? Он говорит, ну как ты такой? Вот фамилия моя Кузьменко. Он говорит, да. А кто у вас с крышей? Он так смотрит, а у нас весь ларек с крышей. А у вас был такой вот этот малиновый пиджак? Вы носили в цепи. Да, кроссовки, спортивный костюм, конечно. Кожаный бомбер или кожаный танкер? Это было, тебя отличало, что ты в бригаде, ты крутой парень. Знаете, всегда было понятие, встречают по одежке, провожают по уму. Поэтому цепь, ну, извините, Женя была. Но я же был бизнесменом. А малиновый пиджак у вас был? Вы представляете, только был. В мене был. Так вы были модным хлопцем. Я не думаю, что модным, и ничего просто не было. Я знаю, что в то время было модно, вот сегодня я знала, малиновый пиджак, цепь. Вы что, у прокурора малиновый пиджак? Вы издеваетесь? А какой у прокурора был пиджак? Как какой? Прокурорский. А цепь была? Какая? Ну, вот цепи были модные. У собаки прокурорской была. Для многих сленг 90-х абсолютно нормально используется, до речи, и в стенах парламента, и в стенах Верховной Ради. Там отжал, поджал, работу сделали. Класс, вы так говорите, и прямо вы так и двигаетесь. Мы приезжали бизнесмены, они приходили, садились за стол, мы еще побазарим. Господи, какие были времена. Да, были времена сложные. Сергей Паярков нам сказал, что в то время было очень модно мужчинам быть бандитами, а женщинам... Все мальчики мечтали быть бандитами, а девочки проститутками. Я думаю, Сергея просто была дурная компания. Вполне возможно, что тренды того времени ему особенно знакомы. Время было ей интересное. Сейчас модно, когда мальчик депутат, а девочка... Я думаю, что наши дети уже не такие, как мы, а внуки будут точно уже категорично протоложены. Слава богу. Да, в лихие 90-е время было тяжелым. Но, слава богу, человеческой памяти свойственно запоминать только хорошее. Целую вас. До встречи.